Приветствую вас. Дело не в том, что вы будете рассказывать кому-то о своем прошлом или будете молчать о своем прошлом и держать в себе выход. А дело в том, первое, как вы относитесь к тому опыту, который у вас был, как вы относитесь к тому, что вы делали, как вы поступали, что говорили, и насколько вы принимаете то негативное, что в этом было, то позитивное, что в этом было. И как вы относитесь к этому негативному и позитивному, и какие выводы вы из этого сделали. Вот это важно. Давайте. Если, условно говоря, вы, ну, допустим, склонны стыдиться, если вы склонны стыдиться, стыдиться, там, ну, допустим, допустим, чего-то, вот, из своего прошлого, например, если вы не принимаете до конца то, что было в прошлом ваше, то, естественно, рассказав об этом другому человеку, вы не просто рассказываете ему, а вы транслируете своё отношение к этому, и человек это отношение к ним принимает, и вам его озеркаливает, поэтому, потому что вы даёте человеку понять, как нужно обращаться с тем, что вы ему даёте. Ну, так это, так получается. То есть, как бы это, это неприятно, это болезненно, болезненно. Я зачастую, вот, но, как бы, вряд ли можно с этим что-то поделать прямо сейчас, по крайней мере. Поэтому это следует ичитывать, обязательно. Ну, вот, так что, если вы отвечаете сами то, что делали, если сами себя вините, то почему бы этого не делать другим людям? Почему бы, ну, почему бы вашему мужчине, вот вы говорите так, что рассказала парню, вот, почему бы это не делать ему? А если вы к этому относитесь сами адекватно, и с гордостью, с опытом, не видя в этом ничего дурного, то и человек не видит в этом ничего дурного тоже. Ну, здесь, конечно, нужно принимать во внимание то, что у людей могут быть свои собственные трудности, свои собственные проблемы. Ну, ну, да, что-то вроде таракана в голове, и надо понимать, что от этого, зачастую, никуда не деться, вот. Поэтому, какая-то, какая-то реакция все равно, конечно, будет, это нормально. Вот, но важно понимать, что во многом она определяется тем, как вы об этом говорите. Есть, конечно, и другой вариант, это вариант того, что вы, кого вы выбираете себе в партнера. То есть, условно говоря, если вы выбираете себе в партнера человека, который, ну, достаточно, как бы, не уверен в себе, а, достаточно догматичен, что, естественно, вам с таким человеком будет сложно. Такой человек будет все время напоминать вам о том, что вы несовершенны. И здесь имеет смысл подумать, а я вот выбираю этого человека себе, потому что я его действительно, например, люблю, или потому что он должен напоминать мне о том, какая я хорошая, какая я неправильная, и что я, там, условно говоря, должна быть наказана. В этом тоже нужно себе признаться честно. Если этого не сделать, то вряд ли вы будете счастливы. Вот. Поэтому простой опыт нуждается в переоценке, в принятии, в проработке. Вот. И в имплементации опыта, который вы получили в тело вашей личности. для того, чтобы иметь возможность максимально эффективно пользоваться этим опытом, который вы получили. А действия какие-то, за которые по прошествии времени нам может быть сильно совершают все люди. Абсолютно все люди. Это нормально. Такие действия совершал. И нормально потом об этом сожалеет и сожалеет. Почему? Спросите вы. Ответ достаточно простой. Потому что мы все меняемся. И никто из нас, ни один из нас всю свою жизнь одним и тем же не был. То есть я имею ввиду, что никто из нас не был всю жизнь одинаковым. То есть мы меняемся. И на протяжении жизни, на протяжении жизни меняются наши взгляды, наши ценности, наши приоритеты. И от этого никуда не деться. Понимаете? А на мой взгляд вы, ну вот, в какой-то степени достаточно догматично к себе относитесь. То есть именно, это именно вот такое вот, мне кажется, мне кажется догматично, догматично именно отношение к себе. Именно догматично. Вот. Я могу ошибаться, конечно, конечно. Вот. Но на мой взгляд, все обстоит именно таким образом. То есть вы отрицаете, что человек может быть разным пока что. Поэтому у вас в данный момент есть глубина души, есть дифференциация, есть отношение. Бреста пока еще вы его не видите. Вот. Ну все. Я думаю, я думаю, что примерно так можно вам ответить. На вопрос, который вы задаете. Решить, рассказывать ли будущему мужу своим прошлым или нет, вы сможете сам. После того, как адекватно выработаете к нему свои отношения. Я думаю, что любой человек, ну вот, любой любящий человек, любой уверенный в себе человек легко примет то, что вы скажете. Но любящий и уверенный в себе человек может быть только с другим любящим и уверенным в себе человеком. Значит, это получается спасительство. Любящий и уверенный в себе человек совершенно не означает, что он должен быть лучше, он должен быть таким же хорошим, он должен быть таким же успешным. Нет. Это совсем, совершенно, совершенно другие вещи здесь играют роль. Это, в первую очередь, принятие себя на том участке, на том отрезке пути, в котором мы сейчас находимся. Это не, я бы сказал, не отсутствие попыток обмануть себя и других людей, пытаясь казаться не тем, кто мы здесь. Вот. Я бы, наверное, таким образом это озвучил бы здесь. Ну вот. Так мне это кажется таким, мне кажется ответным и более адекватным. Ну вот. В этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Познавательно. Вот. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь на обратную связь. Спасибо.